Всем привет! Я снова рад вас видеть на своем канале. И этот видеоролик уже будет не с моего прудика, а с разводни. Давненько я вам не показывал свои аквариумы. И в этом видеоролике я вам покажу все свои аквариумы-травники перед стрижкой аквариумных растений в них. Давненько я не производила стрижку аквариумных растений и не показывала вам эти аквариумы. И вот давайте в этом видеоролике я сделал полный обзор своих аквариумов-травников. А уже в следующем видеоролике, либо через видеоролики, я буду в своих аквариумах производить прополку и стрижку аквариумных растений. Итак, начну обзор, пожалуй, с этого аквариума травника объемом 120 литров. Начну показывать сначала длинные стебельные растения, которые растут у меня у дальней стеночки. В правой части аквариума у меня растет элады, я ее стригу около 10-12 дней назад. И, как видите, она снова разрослась за эти 10-12 дней. Как видите, очень хорошо она вытянулась до поверхности. Я ее еще вчера здесь также чуть-чуть подстриг, так как она уже начала сильно затенять анубисы, которые растут вот по центру аквариума. Их, к сожалению, плохо видно из-за наяды и элады. Но вот видно то, что теперь, когда я 10 дней назад убрал основную массу от элады, анубисы стали расти более-менее хорошо. Листики у них зазеленели и более-менее они начали выпускать уже новые росточки. Итак, переходим на следующие растения. Это людвиги и болотные. Ее я также, как и элады, стригла около 10 дней назад. И, как видите, если присмотреться, то можно увидеть, что она дала очень много разных ответвлений и новых отростков. Далее переходим на людвиги и рубин. Она была мной не стрижена, и поэтому она уже, в принципе, довольно хорошо разрослась. Ее надо в ближайшие дни стричь. У передней стеночки за все это время очень хорошо разрослась наяда. Ее я также около 10-12 дней назад стриг. Стриг я ее, наверное, сантиметров на 15, то есть вот так вот под уровень. Однако, как видите, она снова здесь очень хорошо разрослась. Видно, они такие маленькие веточки пошли к поверхности. Вот здесь вот я ее немного подстриг еще вчера, а вот здесь я ее вообще не стриг. Поэтому, думаю, в ближайшие дни я ее вот так вот прям коротко-коротко подстригу, чтобы мне можно было увидеть вообще криптокоренную венту коричневую. Так как за этой наяда вообще растет криптокоренная венту коричневую. Ее практически не видно. И даже, как сказал, вообще не видно, потому что наяда полностью ее затянила. Вообще ее не видно. Попозже я вам покажу в следующем видеоролике, когда будет производить стрижку растений в этом аквариуме. А теперь покажу вам новое растение, которое я сажал недавно, когда приехал из Питчевого рынка. Здесь растет вот такой вот перестолистник. Вот здесь вот его две веточки. Вот тут его побольше. Есть красностебильный. Он немного разросся за это время. Есть такой обычный зеленый. Он хорошо разросся. Видите, да, вот такие вот большие ветки, которые уже тянутся по поверхности воды. Роголистик здесь очень плохо растет. И вот кабомба. Вот там вот вдалеке также очень плохо растет. Она почему-то в этом аквариуме начала очень активно гнить и разлагаться. Не знаю, с чем это связано. Но она уже там практически полностью пропала. Надеюсь, после стрижки, когда будет поступать растение много света, она все-таки восстановится. Потому что я все-таки хочу, чтобы растений в этом аквариуме было как можно больше. Как можно больше было видов растений. И чтобы этот аквариум травник смотрелся более-менее красиво. Ну а теперь переходим на соседний аквариум объемом 112 литров. Следующий аквариум объемом 112 литров жевородкой. И в нем за последний месяц я не делал практически никаких стрижек аквариумных растений. Единственное, что я делал, это пару раз убирал несколько крупных веточек Людвиги Рубин и Людвиги Болотные. И около двух недель назад я убрал несколько кусиков этой карины вентокоричневой. И так, давайте пойдем сначала по длинной стебельке. Она, как видите, очень хорошо разрослась. По центру растет огромный куст Людвиги Рубин. И с того, что она сильно начала затенять саму себя, листья нижние полностью опали и у Людвиги Рубин, и у Людвиги Болотные. И стало видно большое количество корней. Поэтому в следующем видеоролике я, наверное, буду подстригать нижнюю часть, выкидывать ее и сырать уже маленькие макурчики вновь в грунт, потому что уже вот все внизу стало лысым. Большое количество листьев уже находится на поверхности. Если посмотреть, то можно видеть там большой слой из листьев, которые я регулярно убираю. Но в целом макушки растения очень хорошо выглядят. А вот вниз, конечно, не очень. Вот, кстати, корочка плавает. Она как раз и вот этого петушка, который здесь раньше плавал, и практически забила. Его я вам покажу попозже. Но вот, видите, одна корочка плавает, вторая также здесь есть. Они между собой не дерутся. Вторая куда-то уже не плыла пока что. Криптокорина здесь растет более-менее отлично. Вот видно, какие вот они листья. Очень хорошие и жирные. Но я до себя чувствую здесь почему-то не очень. А вот Эхинодорус очень хорошо здесь разросся. И за последние недели две выпустил, наверное, листика в пять или семь. Листики у меня теперь крупные, жирные. Однако стрелки пока что почему-то не выпускает. Роголистия здесь растет очень хорошо. Это новое растение, которое сюда посадило около недели назад, когда приехал с пищевого рынка. А вот Альтернатера почему-то вся опала и практически не растет. Возможно, просто Людвига Рубина ее сильно затеняет, поэтому вскоре я буду делать прополку растений в этом аквариуме. Спиральные вылесные листья я чувствую здесь более-менее отлично. И потихоньку начну выпускать уже усики и новые листочки уже в водной форме. Вот такой целый аквариум, видите, он довольно красивый. И вскоре я в нем буду вырывать, наверное, все растения, кроме кептокарины и эхинодороса. Просто сгруппирую их снова по группам, то есть посажу немного Людвиги Болотной сюда, немного Людвиги Рубин по центру. Альтернатеру пересажу, потому что ей здесь как-то не очень. Ну а теперь давайте переходим уже на оставшиеся два аквариума в объемом 35 литров. Следующий аквариум в объемом 35 литров с мальками Данила и с петушком, которого я сюда пересадил около шести дней назад, потому что большим аквариумом его сильно загоняла большая самочка. Как видите, петушок потихоньку здесь восстанавливается, пламяки у него потихоньку восстанавливаются, и, возможно, недельки через две или через три я его посажу на неделю к самочке, которую его гонял, либо посажу к самочке, которую поменьше, потому что самочки, я посмотрела, уже более-менее большие, уже набрали икры. Ну вот посмотрим, как они отреагируют на самца, и как самец отреагирует на тех самок. В этом аквариуме растения, к сожалению, растут очень плохо, хотя световой день здесь, в принципе, как и в других аквариумах, равен 9 часам. Лампа здесь светодиодная, леди тюб 8 ватт, а в больших аквариумах 16 ватт. Но, к сожалению, в этом аквариуме растения почему-то растут хуже. Возможно, качество воды есть похоже, либо, наоборот, оно отличается по другим каким-то параметрам. В общем, не знаю, почему, но растения здесь растут хуже. Растет хуже и илладык, ведь она почему-то перестала полностью расти. Но яда вообще за две недели вообще никак не разрослась. И также не разрослась вообще людвиги болотные. В общем, не знаю, почему этот такой он вообще как-то затормозился в росте, и растения в нем вообще не растут. И теперь я вам покажу последний аквариум объемом 35 литров с шиповками и смальками живородки. В отличие от аквариума, который стоит по соседству, в этом аквариуме растения себя чувствуют первосудно и растут очень быстро. Хоть свет в этих двух аквариумах одинаковый в сети 9 часов в сутки, хоть и объем здесь одинаковый, однако почему-то в этом аквариуме растения растут лучше и быстрее, чем в предыдущем. Как видите, людвиги болотные также хорошо себя чувствуют. Но правда, из-за того, что я ее сюда сажал полтора месяца назад в воздушной форме, естественно, все воздушные листья опали, и внизу людвиги болотные сильно полосело. Поэтому при прополке я буду ее полностью вырывать и остылять только маленькие макушечки сантиметров по 15, снова срать в грунт, и тогда она уже не будет лысеть, так как вот эти вот макушечки уже в водной форме находятся, они воздушные, как вот низ растения. Анубис в этом аквариуме растут очень хорошо. Вот видны новые листочки. Вот тут есть, тут есть. Из-за того, что здесь создаются тени вот этой людвиги, и блотные растения не покрываются ничаткой черной бородой, а вот почему-то клютокарина начала покрываться ничаткой, и также она почему-то очень плохо растет. За полтора или два месяца она здесь практически не выросла, может быть, пару листиков выпустила, но она так сильно не разрослась. Муха, естественно, пока что не начала растеть, так как я его сюда посадил еще дней 6 или 7 назад. Вот в целом аквариум такой красивый, мальки здесь потихоньку прячутся в растениях, шиповки также любят зависать прямо в литвике и болотной. Вскоре я буду делать прополку во всех своих аквариумах, так что кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok